Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы присоединились к сегодняшнему эпизоду программы «Иисус Целитель». Сообщите кому-то, что мы в эфире, чтобы и они могли к нам присоединиться. Обычно я служу в нашей церкви в Калифорнии, но мы решили, что было бы здорово пригласить вас с собой на мое ранчо в штате Колорадо. У меня есть дом здесь на ранчо, а мой сын построил для меня еще однокомнатный домик, который вы видите позади меня. И для меня это особенное место. И мы рады, что нам удалось взять вас с собой в эту поездку, чтобы вместе провести время в слове, в семейной обстановке. Мы здесь рассмотрели уже много разных тем, а сегодня я хочу, чтобы мы рассмотрели тему веры. Я люблю служить на тему веры, я люблю слушать проповеди о вере, я люблю изучать веру, потому что вера – моя ответственность. Вера – ответственность человека, сила – Божья ответственность. Но когда я учусь вере и становлюсь в ней более умелой, учусь лучше выполнять свою часть, я становлюсь в такое положение, в котором могу получить больше и больше сотрудничать с Божьей частью, то есть с силой. Благодаря умелой вере я могу принять большее благословение, большую меру силы, текущей к моей нужде. Я надеюсь, что вера восторгает вас так же, как она восторгает меня. Пожалуйста, возьмите свою Библию и откройте со мной послание Иуды. Там только одна глава, и мы прочитаем из нее. Но прежде чем мы начнем читать, нам важно понять, что когда нам нужно получить чудо, исцеление, ответ от Бога, водительство от Бога, ясность от Бога или какую-либо помощь от Бога, нам нужно узнать, как Он действует. А Бог – Бог веры, и Он действует в ответ на веру. Мы получаем от Бога по вере, поэтому нам нужно иметь веру, нам нужно применять веру, а Бог и Его сила всегда отреагируют на веру. Попытки добиться, чтобы Бог восполнил вашу нужду без применения веры, обернутся провалом, а нам нужны результаты, поэтому нам нужно применять веру. Ситуации, с которыми мы сталкиваемся, могут быть сложными для ума и для плоти, и иногда люди склонны поддаваться эмоциям и приходить к Богу на основании своих чувств. Но, хотя Бог знает наши нужды и хочет их восполнить, входя на территорию эмоций, мы не можем ожидать, что сила выйдет нам навстречу. Нам нужно быть на территории веры, и я хочу вам об этом напомнить. Веря о чем-то Богу, вы сможете сотрудничать с силой, которую Бог дает, только с позиции веры. Я хочу рассмотреть конец третьего стиха послания Иуды. Там сказано «ревносно сражаться за веру, однажды преданную святым». Заметьте, насколько активно звучат слова в этом стихе «ревносно сражайтесь за веру». Здесь описан не пассивный, сдержанный, а агрессивный, решительный подход к вере. Сила – Божья часть, а вера – наша часть, и за нее необходимо сражаться, потому что есть враги, противостоящие вере. Поток этого мира против Божьей веры. И так легко войти в поток этого мира и плыть по течению в одном направлении с миром. Когда мы сражаемся за веру, мы двигаемся против течения этого мира. Мы двигаемся в Божьем потоке. Нам нужно сражаться за веру не только потому, что есть враги. Дьявол – враг веры, сомнение – враг веры, страх – враг. Человеческая логика – выход на арену ума в попытках просчитать свои ответы. Это враг веры. Но величайший враг веры – невежество в слове. Когда мы обретаем свет, узнавая, что говорит Бог, этот свет уничтожает, прогоняет невежество. Библия говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Невежество обходится очень дорого. Невежество не значит, что кто-то не способен учиться. Невежество значит, что кто-то не научен. Поэтому нам нужно быть наученными слову. Мы не можем подходить к Богу просто на основании своих чувств, на основании того, что мы чувствуем о Боге. Как нам кажется, нужно подходить к Богу? Нам нужно обратиться к Слову и выяснить, узнать, что Слово говорит о том, как получать от Бога и как сотрудничать с Богом и Его силой, чтобы мы могли получить от Него необходимую нам помощь. Вера – открытая дверь, через которую приходит Бог. Без веры у Него нет доступа в нашу жизнь. В Ефесянам 2.8 сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Обратите внимание, вы спасены благодатью. Вы не спасены верой. Вы спасены благодатью через веру. Вот что мне помогает понять концепцию веры и ее назначение. Вера – это трубопровод. Мы спасены благодатью через трубопровод веры. По сути, когда у нас есть вера, Божья благодать, Божья сила может течь через этот трубопровод веры навстречу нашей нужде. Так мы и спаслись. Мы спасены благодатью. Благодать нас спасла. Но необходим был трубопровод веры, через который эта благодать могла прийти в нашу жизнь. Итак, вера не спасает, вера не исцеляет, вера не освобождает. Бог и Его сила исцеляет, спасает и освобождает. Но вера – это трубопровод, дающий Божьей силе доступ к нашей нужде. Без трубопровода веры у Бога нет доступа к нашей жизни. Вот почему вера так важна. Она просто дает Богу доступ к нашей жизни. Она дает Ему разрешение выйти навстречу нашей нужде. Все, что у Бога есть для нашей жизни – благодать, сила, мудрость, исцеление, обеспечение, помазание – может прийти к нам через чудесный канал, чудесный трубопровод веры. Без трубопровода веры ничто из того, что у Бога есть для нас, не может до нас добраться, хотя это нам принадлежит. Наша задача – позаботиться о том, чтобы наш трубопровод веры был на месте и в исправном состоянии. Он должен быть неповрежденным и находиться в исправном состоянии, чтобы Божья сила могла течь через него беспрепятственно. Давайте взглянем на это вот с какой стороны. Когда строят какое-то здание, подрядчик обеспечивает стройплощадку трубами, чтобы строители могли проложить водопровод. И если вода необходима в определенном помещении этого здания, строителям нужно проложить трубы, чтобы вода могла поступить в это помещение. Чем больше у вас помещений, тем больше труб придется проложить. Итак, подрядчик поставляет трубы, но работа строителей – их проложить. И мы – строители нашей собственной веры. Именно нам нужно взять Слово Божье, из которого проистекает вся вера, и проложить его в свое сердце, таким образом прокладывая в него трубопровод веры. И тогда сила Божья, помазание Божье, благодать Божья, Божьи способности смогут втечь через этот трубопровод в нашу жизнь, в наши нужды. И задумайтесь, Бог поставляет нам трубы. Он – источник веры. Его Слово – источник веры. Он поставляет нам трубы веры. Но нам нужно проложить этот трубопровод. Нам нужно взять Его Слово в свое сердце. Нам нужно питаться им, исповедовать Его. Нам нужно вкладывать это Слово в свои уста, в свое мышление. И мы – строители собственной жизни, прокладывающие чудесную силу веры в свою жизнь. Прочитайте вместе со мной, пожалуйста, Римлянам 12, 3. «Бог каждому уделил меру веры». Что это значит? Это значит, что при рождении свыше, когда человек рождается свыше, Бог вкладывает абсолютно в каждого верующего ту же меру веры. Каждый начинает с той же доступной ему меры веры. И уже наше дело – взять эту начальную меру веры и взращивать ее, развивать ее, расширять ее. Как это сделать? Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Вы не расширите, не взрастите и не разовьете свою веру, молясь за нее. Бог дал вам начальную меру веры при рождении свыше. То есть, если вы рождены свыше, у вас есть вера. Дьявол попытается заставить вас думать, что у вас нет никакой веры, но у вас есть начальная мера веры. И чем больше вы взращиваете, развиваете свою веру и достигаете в ней зрелости, тем с большей мерой Божьей силы вы сможете сотрудничать. От нас зависит размер нашей веры. Мы его определяем. Бог не определяет меру нашей веры. Мы определяем меру нашей веры. У некоторых людей большая мера веры, чем у других, потому что они больше питали свою веру. Они питались Словом, они слушали Слово, они поступали по Слову, и в результате их вера росла. Хотя мы все начинаем с той же начальной меры веры, в итоге у всех не одинаковая мера веры. Все зависит от того, что мы делаем со Словом. Итак, взращивать веру наша, а не Божья, задача. Кеннет Хэгген, наш духовный отец, говорил, вера работает одинаково в каждой сфере жизни, но нужно развивать веру в каждой сфере жизни. Другими словами, нам нужно проложить трубопровод веры в каждую сферу нашей жизни. Например, в сферу здоровья, в сферу обеспечения, в сферу брака, в сферу семейной жизни, в сферу бизнеса. Нужно развивать веру в каждой из этих сфер. Вера работает одинаково в каждой сфере, но все равно нужно развивать ее в каждой сфере. Иногда можно заметить в жизни верующих, что они легко верят Богу об исцелении, но им трудно верить Богу о финансах. Вера работает одинаково как в исцелении, так и в финансах. Но часто люди больше развивают и питают свою веру в сфере исцеления, не особо занимаясь ей в отношении финансов, а потому у них трудности в этой сфере. Нам нужно питать веру в каждой сфере жизни, чтобы вера росла в каждой сфере. Когда вы расширяете трубопровод веры, большая мера Божьей силы может через него течь. Подумайте, если диаметр вашей трубы всего полсантиметра, через нее сможет пройти только такая же мера силы. Но если у вас труба диаметром полметра, такая же мера силы сможет течь через эту трубу. Поэтому важно не довольствоваться малой мерой веры, не довольствоваться маленьким трубопроводом веры. Нам нужно его расширять. Как? Питаясь словом, поступая по слову, исповедуя слово. К примеру, если бы кто-то построил бассейн у себя во дворе, строители выполнили работы, и осталось лишь заполнить бассейн водой. Если бы вы подключили садовый шланг, положили конец шланга в бассейн и включили воду, бассейн бы в конечном итоге наполнился. Но, поскольку у садового шланга маленький диаметр, уйдет довольно много времени, прежде чем бассейн наполнится, потому что у шланга очень маленькая пропускная способность. Но, если вы купите в магазине, например, пожарный шланг или другой шланг большого диаметра, этим шлангом бассейн не придется долго наполнять. Точно так же с верой. Если у вас маленькая мера веры, тонкий шланг, Божья сила все равно может через него течь, но потребуется больше времени, чтобы ваш уровень веры наполнился. Потребуется время, больше времени, чтобы ответ проявился, потому что вы имеете дело с малой мерой силы. Если вы взрастите свою веру, она пропустит большую меру силы и ответы будут проявляться быстрее. Большая вера приведет к более быстрым проявлениям, меньшая вера к медленным. Итак, почему на проявление некоторых ответов, исцеление, обеспечение уходит больше времени? Все зависит от размера вашего трубопровода веры. Чем крупнее трубопровод, тем большая степень силы может течь и тем быстрее ответы будут проявляться. Тем не менее, помните, даже если все, что у вас есть, это начальная мера веры, данная вам Богом при рождении свыше, вы все равно можете получать ответы. Просто потребуется больше времени для их проявления, потому что у вашего трубопровода меньшая пропускная способность для течения силы Божьей. Как же его расширить? Как я уже говорила, постоянно питайтесь словом, высвобождайте свою веру каждый день через исповедание, провозглашение слова и действия по слову. Больше исповедуйте слово. И я говорю об исповедании сердца, а не просто ментальном исповедании. Ментальное исповедание на самом деле особо плода не приносит, но говоря от сердца, вы получите результаты. Питайтесь словом и пропитывайте им свое сердце, чтобы слово стало для вас живым, реальным. Чем больше вы исповедуете слово и сердце, тем больше становится ваш трубопровод веры, и тем больше силы начнет течь в вашу жизнь и в вашу нужду. Теперь снова предположим, что кто-то хочет наполнить бассейн. Построили бассейн и протянули шланг, чтобы его наполнить. Что если кто-то подойдет и перекроет воду? Или вытащит шланг из бассейна? Даже при доступности водопровода, если перекрыть воду, она не будет поступать. Даже имея трубопровод веры, нужно заботиться о том, чтобы вера постоянно текла, не выключать веру. Папа Хеггин говорил, держите выключатель веры включенным. Вы можете как бы выключить свою веру, то есть не говорить по вере, не высвобождать веру. И даже хотя у вас есть трубопровод, есть вера, нужно, чтобы вера работала, работал этот трубопровод. Нужно, чтобы вера высвобождалась. Так что высвобождайте свою веру, не выключайте ее, держите выключатель веры включенным. Веру необходимо высвобождать каждый день. Пусть это будет вашим образом жизни. Посреди своих повседневных дел говорите, «Отец, я благодарю тебе, что твоя сила работает в моей жизни, в моей семье, в моем теле, в моих финансах». Такие простые действия высвобождают веру, которая в вашем сердце. Нам обязательно нужно высвобождать веру, которая у нас есть. Также нужно защищать свой трубопровод веры. Если дьяволу не удается помешать вам иметь веру, он будет счастлив, если вы повредите свой трубопровод веры. И нам нужно хранить его от повреждений, следить за его исправностью. Позвольте дать вам пример. Несколько лет назад я купила новый дом, и я заметила, что из крана в раковине на кухне всегда течет очень слабая струйка воды. Мы проверили сам кран, с ним все было в порядке, и я позвала сына посмотреть, в чем дело. Он сказал, мама, тут проблема посерьезнее, самому не справиться, придется вызвать сантехника. Он вызвал сантехника, и тот взял камеру на длинном кабеле и запустил ее в мой водопровод. Зачем? Чтобы проверить, есть ли какие-то повреждения в водопроводе. Через какое-то расстояние он заметил, что корни дерева, росшего во дворе, проросли в водопровод, разрослись в нем и забили его, и это мешало воде течь. Послушайте, у меня все еще был водопровод, все еще была вода, но ее течение было сильно ограничено. Его сдерживали, ему препятствовали корни дерева. Сантехник мне сказал, у нас есть два варианта. Можно либо выкопать водопровод и передвинуть его так, чтобы ему не мешало дерево, либо выкопать дерево, потому что я-то могу прочистить водопровод, но корни дерева продолжат в него пробиваться. Также определенные вещи могут повредить трубопровод веры. Перечислю парочку. Как насчет непрощения, горечи, обид, недоброжелательности к кому-то? Как насчет сомнений, страха, беспокойства, неправильного мышления, неправильных убеждений? Как насчет неправильных слов? Неправильные слова повредят трубопровод веры. Неповиновение Богу повредит трубопровод веры. Все это повреждает трубопровод веры. Недостаточно просить больше силы. Необходимо избавиться от того, что препятствует потоку силы в нашей жизни. И Дух Святой наш помощник. Иногда мы, не замечая, повреждаем собственную веру чем-то, что мы делаем, чем-то, что мы говорим, какими-то своими убеждениями, своим поведением. Сантехник сказал мне, Нэнси, у меня есть устройство, которое может вычистить все корни, и я это сделаю сегодня. Но если вы оставите там это дерево, оно продолжит захватывать трубы, и в конце концов водопровод будет полностью разрушен, он больше не будет работать, его даже невозможно будет прочистить. И я сказала, водопровод для меня важнее, чем это дерево. Удалите это дерево, мне нужна вода. Мне нужна вода в доме больше, чем это дерево. И я хочу, чтобы вы знали, вера вам нужна больше, чем ваша обида. Вера вам нужна больше, чем ваше непрощение. Вера вам нужна больше, чем желание добиться своего. Избавьтесь от всего подобного. Иногда вы можете временно что-то обходить, сродни тому, как сантехник вычистил корни из трубы. Но это временное решение. Если не заняться реальной проблемой, она разрастется и снова захватит вашу жизнь веры. Нужно хранить себя от этого. Если в вашей жизни есть что-либо, причиняющее вред вере, избавьтесь от этого. Иначе вам это дорого обойдется. Знаете, вам понадобится вера, готовая действовать в любой момент. Вам каждый день нужна действующая вера. Что если вы проснетесь посреди ночи, а ваш ребенок заболел? Прямо посреди ночи. Когда вы ложились спать, с ним все было в порядке, а посреди ночи внезапная атака. Вам понадобится вера, готовая действовать. Но что если вы держали обиду на какого-то родственника или своего начальника? Это ограничит степень силы, которая сможет течь через ваш трубопровод веры. Поэтому нужно не просто иметь трубопровод веры, но и поддерживать его в исправном ваш трубопровод веры, у него нет к нему доступа. У него есть доступ только к вашему уму и телу. А ваш трубопровод веры не в уме и не в теле. Он находится в вашем духе. Вера проистекает из вашего духа. У дьявола нет доступа к вашему духу, но он посылает вам мысли, чтобы вы стали прокручивать их снова и снова в своем уме, так, что они начнут влиять на веру в вашем сердце. У дьявола нет доступа к вашей вере. Этот доступ есть только у вас, но дьявол пытается предложить вам то, что повредит вашу веру. Не принимайте это. Когда он предлагает вам обиду, когда он предлагает вам горечь, непрощение, не берите то, что он предлагает, потому что он пытается добиться, чтобы вы повредили собственную веру. И только мы можем противостоять всему и запрещать все, что может причинить ему вред. Любые мысли, слова, действия, могущие повредить трубопровод веры. Слово говорит нам нечто очень важное о здоровье нашей веры. Вера действует любовью. Нам обязательно нужно оставаться в любви. Выходя из любви, мы также выходим из веры. Выйти из любви значит войти в грех. Нам нужно позаботиться о том, чтобы не только жить в вере, но и жить в любви к другим людям. Так наш трубопровод веры будет цел и исправен. Пребывайте в любви. Ничто не стоит того, чтобы променять, потерять или ограничить свой поток любви, потому что это повлияет на поток веры. Вера вам нужна абсолютно каждый день. Знаете, во время войны одной из первоочередных мишеней вражеских войск на территории оккупируемой страны являются трубопроводы. Они знают, если им удастся захватить газопровод или водопровод, они смогут перекрыть ресурсы своих противников. Именно поэтому враг предлагает нам множество разных уловок в попытке заставить нас повредить свой трубопровод веры. Он знает, что так небесным ресурсом будет отрезан путь в нашу жизнь. У дьявола есть стратегия отрезать путь силе Божьей в вашу жизнь. Не встаньте жертвой этой стратегии. Берегите здоровье своей веры. Постоянно ходите в любви. Храните любовь и питайте веру. Аминь. Итак, нам нужно не только питать, но и защищать, охранять свою веру. Это крайне важно. Не Бог отвечает за сохранность нашей веры, но Дух Святой помогает нам охранять веру. Он подсказывает, тебе нужно разобраться вот с этим или вон с тем в твоей жизни. Он не принижает нас. Он содействует процветанию нашей жизни веры, процветанию нашей жизни в любви, потому что Он знает, насколько вера важна для ведения дел с небесами. Мы так рады, что можем делиться с вами этими истинами, потому что их так важно знать каждому верующему. Они лежат в основании жизни веры и общения с Богом. Мы рады, что вы были с нами сегодня на программе Иисус Целитель. До новых встреч! Бог да благословит вас! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения меди-фрейми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...